Люберецкий городской округ принял выездное заседание комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Московской областной думы. Депутаты регионального парламента приехали, чтобы обсудить создание и развитие на территории Подмосковья информационной системы экологического мониторинга окружающей среды. Люберцы выбраны не случайно. Главная тема выездного заседания – воздух. Началось оно в микрорайоне «Самолет» на территории 28-й школы, где установлено два типа оборудования для мониторинга загрязнения воздуха – навесное и контейнерное. Эта полностью автоматическая станция служит для контроля загрязнения воздуха от различных загрязняющих веществ, таких как СО, окислоазота, сероводород, дексицеры и других веществ. По словам специалистов, два типа устройств используются, чтобы была возможность провести сравнительный анализ информации, которую они собрали. Контейнер работает круглосуточно. Блок газоанализаторов произведен в США. Данные поступают в Центр обработки информации. Таких постов на линии сприкосновения Московской области и столицы – 19. Здесь оборудовалось рабочее место инженера, который позволяет ему и заниматься обслуживанием оборудования, и производить какие-то сопутствующие технологические операции. Заседание продолжилось в администрации. Исполняющий обязанности главы Владимир Волков отметил, что округ исторически сложился как промышленный. Поэтому ситуация требует особого подхода. За последние пять лет закрыты цементные и асфальтобетонные заводы. Прекратил прием мусора полигон Торбеева. Но продолжают работу мусоросжигательный, нефтеперерабатывающий и другие заводы. В городском округе Людерце установлены стационарные датчики контроля атмосферного воздуха в рамках пилотной программы Министерства экологии и природы пользования Московской области в количестве 15 штук. Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий подтвердил – округ особый. За последние годы к решению проблем экологии привлечены все ведомства – администрация, природоохранная прокуратура, правоохранительные органы. Есть такое понятие «роза ведром», «роза ведром» – она из Москвы на юго-восток. Все, что есть в Москве или за Москвой, идет через Москву, и хорошее и плохое, оно приходит сюда в Люберце. Именно поэтому здесь создана одна из первых рабочих групп по контролю за состоянием воздуха. Люберцы стали базовым полигоном, где приходило понимание, как работать в сфере экологического мониторинга. Первейший запрос к нам пришел из Люберца. «Да, нам надо здесь, нам надо здесь, нам тут, нам так, и еще что-то». По всей остальной области, наоборот, самостоятельно подыскивали места. Не все районы, но вот Люберца один из первых, откликнулись, где правильно, нужно, необходимо установить датчики. Установка оборудования стартовала в 2020 году. Сейчас в 46 муниципальных образованиях установлено 166 постов, контролирующих уровень загрязнения воздуха. Работа будет продолжена. В планах охватить все города и округа столичного региона. Это только официально внесенных 16 тысяч объектов негативного воздействия, которые суммарно вместе с стационарными источниками и передвижными формируют суммарно 1,6 миллиона тонн выброса загрязняющих веществ. В этом году наблюдательную сеть станций увеличит до 245. После формирования системы мониторинга целиком количество постов составит 300. Сейчас подбираются места для их установки. За время работы действующих станций составлена карта загрязнения воздуха в Московской области. Определены наиболее загрязненные территории. Выявлены самые крупные загрязнители. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.